Доброго времени суток всем! Вас приветствует канал Белорусское пчеловодство. Сегодня снимаем ракурс с высоты немножко, я стою внизу. Андрей на трехметровом штативе поставил камеру и показать решили вам одно из наших полей. Сколько тут Андрей твоим глазом? Гектар 70 наверное? Гектар 100 будет. Даже гектар 100. Короче гектар 100 рапса здесь. Рапс такой хороший, высокий. Вот он мне получается где-то так по груди определенные экземпляры. Но хочу сказать что, что 24 мая рапс уже отцветает. Осталась фактически вот она, одна верхушечка. Верхушка и вот по быкам вот эти вот, которые от росточки идут, тоже в них уже последние бутоны распускаются, которые на конце этого растения. Так, ну еще цветет. Слышен небольшой гул. Правда от этого поля у нас пасека далековато, но они добивают грубо говоря до сюда. Рапсового меда в этом году очень много. То, про что мы говорили в первом видео. В этом году много пчеловодов хвалится, что что меда меда весной очень много, хорошо, все замечательно. Мы этому рады. Мы этому рады, что меда много очень и все пчеловоды довольны. Ну, два я покажу наверно. Да, покажи поле. Поле очень красивое. Покажи может и то поле, Андрей. Слышишь? Ага. В то поле покажи, а? Сейчас покажу. Это первый, это второй и два поля отсюда не видны наши, получается. Такой большой массив туда до горизонта уходит. Это поле. И там вдали... Тоже кусочек такой, гектар 30, да, Андрей, наверное? Да, там около двадцатки, даже чуть меньше. И третье поле еще там у нас одно есть. Да, оно... Что в этом году самое главное, что? Рапс пахнет, как хорошо. Ни один год, ни один год никогда не пахнет, а крапс. Такой ароматный... Такой аромат, просто такой водор по-белорусски, как говорится, да, был. Просто рапс все время пах капустой такой. И цветение рапса все время какое-то... А в этом году он приятный, такой ароматный запах был. Такой вообще классный. То есть, возле поля находиться было одно удовольствие. Проезжали в машине. В машине стоял запах еще километров 10, то есть, не выветривался. Несли в этом году хорошо. Как никогда нам не испортила погода медосбор весенний в этом году. То есть, все было замечательно. За... Вывезли мы какого-то... 18-го, да, вы, по-моему, вывезли, Азрея? Или какого-то? Вонедельник. На прошлых выходных. Через выходные. Это получается, в этот понедельник уже будет две недели. Ровно две недели. Я говорю, в этот понедельник будет две недели. Да, ровно две недели. За две недели мы поставили третье магазин и еще не смотрели, что там. Ну, мы съездим, посмотрим, наверное. Да, да. То есть, мы поставили... Там стоит три... Вывозили мы с двумя магазинами. Два магазина были уже залиты и запечатаны. Ну, уже практически начали печатать второй магазин. Мы поставили третий магазин, может, дня три, да, назад мы поставили? Да. Дня три назад поставили третий магазин. Посмотрим, сейчас, может, четыре, даже дня четыре назад где-то так, да. Сегодня пятница. Да. Поставили. Во вторник. В среду, или во вторник. Во вторник, по-моему. Ну, не суть, короче. Суть не в этом. Медосбор еще идет. Вот, попутно с Рапсом твел очень огромнейшее поле было, дуванчика желтое. Сейчас смотрим, там уже в кое-каких местах акация, кое-где начинает белая зацветать. Вам про нее рассказывали. Ну, и поедем мы сейчас на пачеку, посмотрим, что у нас там происходит. Подошли к десятирамочному прицепу. Так. Ну, вот видите, где два, где три магазина стоит. Там где два послабее семьи были, им даже нецелесообразно было третий магазин устанавливать. Вон какой лед идет, покажи, Андрей. Это возвращаются они, сейчас дождик начинается. Лед хороший здесь. Идем с этой стороны. Слышите, гром гремит. Гром гремит, да. Тут тоже с этой стороны такое же. Видишь, да? Да. Ну, вот слабая семья. Слабая семья, ну, вон она. Ну, вон. Да, слабая. Чуть выше. Это слабая магазин. Слабая, а, ну. Ну, все равно хвост видал сверху, не хвост, а так вот настраивают. Значит, принос есть. Ну, вот он, третий магазин, Андрей. Подставили третий магазин. Вот, в среду мы посмотрели записи, в среду подставили. Челы начали уже осваивать. Третий магазин. Ну, можно покажите, для второй. Второй, да, конечно. Давайте посмотрим сейчас второй, что там. Ну, вон, что во втором. Ну, хорошо. Видите, все побелка везде. Все рамки, причем побелки. И вот четыре рамки ващины. Покажи четыре рамки ващины. Где скобы сверху? Один, два, три. И вон четвертый. Все отстроено. По четыре рамки. Из девяти рамок ставили сюда. Четыре рамки ващины. Ну, смотри, тоже в третий магазин. Тоже заходит. И так смотри, уже тоже побели нам все. Пленка-то и да. О, хорошо, хорошо. Общеживает. Видишь, это на одну рамку меньше, Андрей. Ну да. А майских сколько? В этом году, конечно, майских жуков вон на прицепе сколько лежит. Смотри, это тоже самое. Третий магазин. Освоили, все. Все нормально. Смотри. О, третий магазин. Смотри. Ну да, хорошо. Они три подряд сейчас идут. Да, пошли, наверное. Да, уже возвращаются, говорю, много пчелы. Да, тут, короче. Ну, видишь, из-за того, что меньше, считай, на три рамки меньше здесь, да, в десяти рамочном это мулье. И поэтому, может быть, из-за этого осваивают быстрее вверх идут. Слышали? Да, скорее, что так и есть. В двенадцати рамочные они все-таки вширь пока что забивают, поэтому... Ну, в принципе, что мы? Довольны, в принципе, да, Андрей? Да. Я думаю, по два магазина в стопроцентно соберем мы с каждой семьи. Да, два магазина, это, грубо говоря, около тридцати килограмм меда. Да, тридцать килограмм меда на, условно, там, на наших... Ну, пускай, ладно, где-то что-то... С весны, грубо говоря, вечернего меда, если считать, это... Типа как эта, там, вот эта, типа, слабенькая, вот эта слабенькая. То есть, если типа как эти, то в среднем получится на всю пачку, если поделить на круг, там, ну, сколько, 48 семей, 30 килограмм, ты говоришь, да? Ну, даже 40 семей, ну, пускай даже так. Ну, тонна 200, так это же нормально. Да, для рапса это вообще... Для рапса прекрасно. Ну, нам хватит, то есть, мы не говорим, что это сверхъестественный медосбор, то есть, нам, нам вполне этого будет достаточно. Ну, вот такие вот у нас медосборы, такая у нас пчела, он летает красиво. Вон, акация, скоро там где-то смотрели, засветет уже скоро, поэтому посмотрим, может, Василек еще на этом поле у нас будет. Да, и уже надо... Которая здесь, это, это же озимая, да, Андрей? Да, озимая. Ну, озимая здесь у нас рядом, может быть, здесь Василек еще будет. Ну, в принципе, сказать больше нечего, остается только снять мед и откачать его. Вот и все. Так что, смотрите. Перед отбором, наверное, покажем, сколько там медов, гнездов у семей будет. Да, да, да. Обязательно покажем. Так что, смотрите канал наш. Или пойдем, может, тот прицепляем. Ну, посмотрим, да. Пошли. Пришли мы на второй наш прицеп, посмотреть, что тут. Тут везде стоит по три магазина у нас. Сейчас посмотрим, что у нас во вторых магазинах происходит. Третье уже... Ну, печатать уже начали, слушай. Да, уже минимально печатать начинают. Ну, все хорошо. Ну, этот еще слабо, я думаю, освоен, потому что легенький. Ну, плюс тут же рамок больше. Да. И расстояние между рамками больше. О, смотри, уже тут печатка полным ходом. Тут уже печатка полным ходом идет. Я хвалил. Два магазина, ждем, несут. Это будет хорошо. Ой, да тут и в третьем, наверное, буду. Ну, чуть-чуть тут уже чувствуется, да. А тут в третьем даже. Даже по весу, когда поднимаешь магазин. Чувствуется. Ну, да, к смотри. Сюда можно и четвертый ставить. Нет, четвертый уже на рамки не надо. Ты думаешь, смотри. Ну, не смотри, как это овощину оттягивает. То же самое здесь у Андрея. Четыре, да, тоже рамки ставил ты? Три. Нет, три. Три. Нет, давай-ка еще посмотрим. Ну, смотри. Ну, я смотрю, ты так поднимаешь тяжело, что там мёд есть, да? В этом вес, да, есть. Есть. Ну, смотри, на том прицепе у нас еще не печатают, а на этом более плотно печатка видна. Все зацепилось. Слышишь? Да. На том печатке не было видно. Там еще открытые. Давай-ка посмотрим. Мёд, видишь, прозрачный, белый. Да. Пчелы ведутся адекватно. Да, вообще прозрачный. Видите, вот оно видео видно, да? Да, конечно, все тут видно. Прям вообще прозрачный, да? Рапс. И немного одувана. Есть одуван. Блин, а есть привкус одувана на самом деле. Блин, прям терпкий такой одуван. Слушай, Андрей, да. Ну, прикольно, вкусно. Ну, а, одна слабоватая я не ставил у меня. Ну, посмотри, она сейчас двое... Ну, смотри, слабоватая. Не, не, слабоватая. Ну, смотри. Чего слабоватая? Ну, прекрасно. Можно было третий. Третий магазин можно на упреждение было ставить. Конечно, конечно. Ну, прекрасно. Все прекрасно. Вся, весь прицеп в трех магазинах. Там, если на том, на десятирамочном прицепе, есть пять семей. Там было слабейших. Там было у нас, получается, пять слабейших семей. Там два магазина стоит. То тут-то вот одна послабее семья, получается. Ну, там, ты не забывай, тот прицеп формировали из отводков. Да, из отводков, да. Прошлогодних, маленьких, мелких отводков. На две рамки с расплодом. А это был полноценный отчемь с предыдущего, с восемнадцатого года, с медосбора. Да, да. То есть, видна разница все равно. Ну, конечно, заметна разница, да. Просто видишь, может, мы немножко некорректно заявили то, что сравнивать будем два прицепа. Их, наверное, скорее всего, летом корректнее будет сравнивать. Я считаю, вообще, за сезон. Ну, может быть, да. Интересно, если хорошее недо... Ну, состояние семьи в этом гнезде, что будет, да. Если хороший медосбор будет целое лето, то посмотреть, разобрать двенадцати рамочник, что в гнезде и разобрать десяти рамочник и сравнить, что в грездах. Да, совершенно верно. И уже к чему-то прийти. Что-то понимание иметь, да. Ну, ясненько. Ну, что, поедем, и пускай пчелки работают. Тут, в принципе, вы слышали, становится пасмурно, гремит гром. И пчелы много массово возвращаются, вот вы видите, да. Ну, пчелы уже поуспокоились, как первые. Да, первые дни тут вообще ж было не встать. А сейчас, ну, как и в прошлом году, помнишь видео? Мы зашли на прицеп, они нам как-то дали тут прикурить. Ну, место то же самое. Место то же самое, только в этом году мы прицеп как-то загнали, да, Андрей? В прошлом не так, по-моему, стоял. В прошлом он более вот так, вот сюда стоял. А в этом глубже просто загнали, да? Ладно, все, спасибо за внимание. Подписываемся, пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok